Привет, друзья, это Лена, и добро пожаловать снова на мой канал, и добро пожаловать в очередное видео с пустыми баночками. Так, мы начинаем с декоративной косметики, и в этом месяце у меня закончилась тушь Rimmel Scandalize Volume on Demand. Тушь была неплохая, но кисточка, сейчас вы поймёте, о чём я, она огромная, она огромная, я имею в виду, тут тени, которые я наносила пальцем, не пугайтесь, которая у меня сейчас на веках, она огромная, то есть я имею в виду, если потребуется, я могу заколоть врагов этой кисточкой, она просто как холодное оружие, вас не пропустят в аэропорту с этим, смотрите на неё, и так как у меня довольно маленькие глаза, мне было с ней довольно сложно, я довольно часто попадала себе там по векам, или, в общем, не очень было ей удобно пользоваться, а сама тушь мне понравилась, возможно, если у вас глаза побольше или не так глубоко посажены, как у меня, она будет для вас проще в использовании, то есть в целом норм, но повторять я думаю, что я её не буду. Потом закончился лак для ногтей Colorama Maybelline, оттенок 216, вот такой тёмно-фиолетовый, я не помню, когда в последний раз вообще я видела лаки Colorama в продаже, но вот это один из них, почти винтаж. Мне нравился этот оттенок, такой тёмно-фиолетовый, когда у меня более такое мрачное, котичное настроение, он был в самый раз, и он лежал вот так, и поэтому вы не видите, что он закончился, ну просто поверьте мне, он закончился, он закончился. Так, и потом у меня закончился оттеночный бальзам для губ, Vivienne Sabon Colorama, оттенок 03, и мне не понравился этот оттенок, потому что он был очень такой светлый, холодный розовый, очень плотный, то есть что-то вот такое немножечко из 2010-го, поэтому я его использовала просто дома для увлажнения, вот, и перезаказывать я его не буду. Так, а дальше, дальше уход. Первое, что я вижу, это кое-что от моего мужа, его дезодорант Дионика, он говорит, что он был неплохой, но не самый, как бы, вау, лучший дезодорант на свете. Вот, у него сейчас есть ещё один такой же, вот, я не уверена, что он будет его повторять, но в целом было нормально. Так, потом, крем для бюста, Овис Олео, овечье масло, укрепляющий. Я, честно говоря, не знаю, какой был дневой эффект, я его использовала, ничего особо не заметила, и сейчас я просто для шеи и зоны декольте использую обычный крем для лица, поэтому, не знаю. Потом закончился вот такой вот тоник, клиросепт, антиакне, с матирующим эффектом, антибактериальный для проблемной кожи. Я его достала, когда у меня кожа просто пришла в какое-то ужасное состояние, и такая, во, у меня просто дико обсыпало, я не помню, из-за чего стресс, вероятно, как всегда. Я такая, окей, спасай меня, тоник от антиакне, наконец-то, вот ты мне очень актуален. И он не делал абсолютно ничего. У меня вообще не было никакого изменения в состоянии кожи этого тоника. Также он не мотировал, он не сужал поры, он как бы, он не давал ничего того, что здесь заявлено. То есть я знаю, что есть тоники, которые, на самом деле, оказывают эффект. То есть вы его наносите, и там уже через пару дней прыщиков меньше, или там кожа более матовая остается. Ну, то есть вы это ощущаете здесь вообще по нулям, поэтому нет, не рекомендую и повторять я его не буду. Потом закончился шампунь Molecularis Shampoo Provocation, провокация. Он мне вполне понравился, он хорошо очищал волосы, промывал их. Мне кажется, что он даже способствовал тому, чтобы они у меня больше велись, чтобы было здорово. И единственное, у него очень неудобный... Окей. Очень неудобный дозатор, то есть он выплёгывает совсем немножечко шампуня, и вам нужно на него нажимать... Ау, боже. Он за... Это одно из тех видео, где всё идёт не так. В общем, нужно 100-500 раз нажимать, чтобы выдавить достаточное количество шампуня. И поэтому в итоге мне пришлось просто отвинчивать вот эту вот помпу и выливать себе его на руку. И там на дне было что-то вот из полезных ингредиентов, какая-то там засушенная ягода или что-то такое. И когда в последний раз я его выливала, она вылетела мне на руку. А я не знала, что это будет, и это было очень, очень эмоционально, потому что что-то твёрдое, довольно большое, чёрное вылетает вам на руку из шампуня. И это было, конечно, а-а-а-а! Вот это был последний раз, когда я им пользовалась, но он уже как бы всё, он заканчивался, но в целом это было так. Вот я потом поняла, что это просто какая-то засушенная ягода, но... Это было эмоционально. А потом закончилась мицеллярная вода, лик, увлажняющая, goodbye make-up. Она была прекрасная. Во-первых, у неё был дозатор. Вы набираете на ватный диск вот с этой штукой, мне вообще-то очень нравилось. И она смывала весь макияж довольно быстро, она вообще не травмировала кожу вокруг глаз, потому что у меня чувствительные глаза, но с ней всё было в порядке. И она прекрасно всё смывала. Я думаю, что я её повторю, это вот прямо очень-очень удачное средство. Прямо 100-500 раз могу вам его рекомендовать. Ещё одно очень удачное средство. Это лучшая увлажняющая маска. Это Сами Бьюти Hydrating Face Mask. Я знаю, что Сами Бьюти примерно как миксит. Они пользуются дурной славой, потому что... Блин, я не знаю. Ну, короче, люди обычно считают, что это какой-то скэм абсолютный. Но эта маска абсолютно потрясающая. То есть это вот была лучшая маска в плане увлажнения всего, что я пробовала. Я пробовала разные увлажняющие маски. Нет, была очень хорошая ещё Cloran увлажняющая ночная. Сколько лет назад у меня была. Она была офигенная. Я могу её сравнить только с ней. И это как бы большой комплимент маске. То есть она реально прекрасно увлажняла. Потому что большинство увлажняющих масок, я их наношу и вроде норм. Потом я смываю и как бы вместе с маской смывается весь эффект. А тут на самом деле кожа оставалась очень увлажнённой. Единственное, Сами Бьюти очень любят снимать с производства свои средства. Поэтому я эту маску заказывала года полтора, наверное, назад или даже два. Так, у неё срок годности до 23-го года, но 5-й и 23-й, поэтому тут всё в порядке. Вот, в общем, я её заказывала некоторое время назад, и я не знаю, есть ли она сейчас всё ещё в наличии. Если есть, и вы собираетесь заказывать сайты Сами Бьюти, я очень её рекомендую вам. У Сами Бьюти есть разные средства, но вот это, мне кажется, лучше всего, что я у них пробовала. Дальше. Молочко для тела. Цитрус, цитрус и миндаль от Миксит. Вот такое у него не работал дозатор. Что бы я с ним ни делала, куда бы я его ни крутила, он не работал. Поэтому мне приходилось откручивать и выливать это молочко на руку, наносить. Это был как бы целый процесс, но молочко мне понравилось. Оно, во-первых, очень вкусно пахло, на самом деле цитрусом, но не слишком цитрусом. А также оно быстро впитывало и хорошо увлажняло кожу, всё равно прям было отличное по качеству. Поэтому я ради него была готова заморачиваться и выливать. Видите, оно полностью закончилось, тут вот как бы совсем капелюшечка. Да, очень мне понравилось. Миксит, опять же, довольно часто снимает с производства всякие средства. Если оно всё ещё есть и вдруг вы собираетесь заказывать, то очень-очень вам его рекомендую. Потом закончился этот крем для рук Moisture by Nature. Х-у-у, полагаю, Holy Water должно это расшифровываться. И это был мой крем для рук, который был у меня на работе. И тут Moisture by Nature, увлажнение, это как увлажнение, класс. Потому что в офисе у меня особенно, может, это за кондиционера, может быть, это за мыло в туалете. У меня очень сохнут руки, я такая, да, то, что нужно. И это очень-очень посредственный крем для рук, то есть он очень мало чего делал. То есть я его наносила, он впитывался, и в целом его эффект практически полностью пропадал. Поэтому не рекомендую, повторять точно не буду. Дальше. Крем для век Ultra Vitalizing Snail Eye Cream, Dewitchy. Вот такой, он огромный. Потому что как много крема для век вам нужно за раз? Мне его очень долго хватило. Мне кажется, что это у меня уже второй. Да, я уверена, точно, стопудово. У меня это уже второй такой крем, и он отличный. Он, это просто очень хороший базовый крем, который работает. То есть вы его наносите, и кожа в полном порядке. Прекрасный. Вот, и он с улиткой, что всегда очень-очень-очень полезно. Так что я думаю, что я его повторю и в третий раз. Ну, просто потому что он точно хорошо работает. Дальше. Ой, это грустный был момент. Эта маска для кожи вокруг век, Leorex. Она была дорогущая. Мне ее прислали на обзор, поэтому мне не так обидно. Но она в какой-то момент у меня в ванной завалилась за другие банки в одном из шкафчиков. И я ее просто потеряла. Я такая интересная, где она. Тут я ее нашла, и она полностью засохла. Я прямо не-е-е-ет. Но она была прекрасна, пока была. Она, мне кажется, с частичками золота. И кожа после нее, на самом деле, была прекрасная. Я так жалею, что я ее потеряла. Потом с крабля тела Mixit, Free Fitness. Он немножко пощипывал и холодил кожу, что было довольно прикольно. Его, по идее, нужно носить на проблемные зоны. Но я его под конец использовала вообще везде. Вот, в общем, довольно такой приятный. И понравился мне. Потом закончилась соль для ванны. More Spa. Английская соль для ванны. Вот такая. Тут довольно небольшая упаковка. И нам хватило всего на три использования. Но как бы, ну окей. Она была классная. Особенно сейчас, когда я довольно много трениров... В смысле, я вернулась к тренировкам. О, новости для вас. Я вернулась к тренировкам. Я записалась в Fitness Club. Я занимаюсь профессиональным тренером на тренажерах. Я всерьез взялась за себя в очередной раз. Вот. И, в общем, чтобы как-то расслабить мышцы, в самый раз принимать горячие ванны. Ну, как бы терпимо горячие. С солью. Поэтому, да. Это прямо топ. У меня муж тоже. Он и футболом занимается, и с тренером занимается. И, в общем, мы с ним такие, типа, нам это нужно делать почаще. И эта соль была прекрасная. Вот после тренировок, чтобы мышцы не слишком потом болели, она была очень хороша. Вот. Поэтому... Ну, она и в целом очень приятная для ванны. И вот после тренировок также просто отличная. Дальше. Патчи для глаз. Кофе Encel... Encelogy. Вот такие. У них был коллаб с кофе... Как же она называлась? Боже. Rocket Coffee. С Rocket Coffee у них был коллаб. И они выпустили вот эти вот патчи, которые с кофеином. Это типа как кофе для вашей кожи по утрам. Они прекрасные. Во-первых, они огромные. То есть, и вы приклеиваете, он такой на пол лица сразу огромный патч. И после него кожа, на самом деле, выглядит намного более отдохнувшей, чем до него. Поэтому мне очень понравилось. Мне еще, мне кажется, один или два таких вот. Одна или две таких упаковочки остались. И да, очень мне понравились. Дальше. Тканевые маски. Adria увлажняющая с улиточным муцином. Мне понравилась. У меня, мне кажется, уже четвертая или пятая такая маска. Они мне пересеки попадаются в бьюти-боксах, что всегда большой плюс. И да, она мне понравилась. Она хорошо увлажняла. И также мне так много сыворотки, что мне ее потом хватило, мне кажется, на две недели без сыворотки. Потому что я обычно использую сыворотку, которая остается в тканевых масках. Ну, потому что, чтобы она не пропадала. Потом еще одна увлажняющая... Вы уже поняли, моя кожа очень сохла в этом месяце. Еще одна увлажняющая маска. Это у нас Ситуа увлажнение. Маска для лица с морской водой. Что для меня было немножко странным концептом, что морская вода и увлажнение, мне кажется, они не всегда идут рука об руку. Мне кажется, это немножко разные вещи. Но, по идее, она должна была увлажнять. Я не могу сказать, что это был какой-то безумный заряд увлажнения, но в целом она была приятная на лице. Потом. Я на выходные ездила с родителями за город, и вы знаете, что это значит. Тревел сайза. Первое. Это сыворотка Тиана Blue Retinol Бирюзовый Шелк. Она должна была открываться здесь, и поэтому вот как бы вскрытие показывает... Я имею в виду, она выглядит ужасно. Я понимаю, что когда они делают пробники, последнее, о чем они думают, это то, что какой-то блогер будет показывать, потом посмотрите, как это выглядит после того, как вы это откроете. Сыворотка мне понравилась, приятная по текстуре. Единственное, она по текстуре немножко напоминала мне крем. Если тут что-то осталось, я могу для вас это выдавить. Нет, вероятно, нет. В общем, она... Ну, вы видите, она как бы беленькая. Она по текстуре скорее похожа на крем. Но это сыворотка. Но в целом она мне понравилась. Ну, как бы, насколько я могу оценить действие средства за два применения, она была норм. Так, потом. Черный жемчуг, крем-скульптор для лица и шеи, лифт-активатор. Тоже вполне неплохой, довольно густой, но не слишком жирный. Такой просто приятный базовый крем для лица. Черный жемчуг – это довольно бюджетный, насколько я помню, марка. Поэтому хорошо, когда они могут сделать неплохое средство. Дальше. Речена. Шампунь и кондиционер для окрашенных волос, как у меня. Они мне очень нравятся. У Речены я пробовала несколько вот таких вот travel-сайзов. И они прекрасные. После них волосы мягкие, гладкие, шелковистые, прямо роскошные. Я почему-то ни разу не покупала полный размер у Речены. Я не знаю почему. Наверное, потому что у меня довольно много других шампунь и кондиционеров. Если вдруг они закончатся, я думаю, что я их куплю, потому что мне эта марка для волос, безусловно, очень нравится. Потом закончился сорбет для снятия макияжа от Mixit. Я его использую. Собственно, почему у меня закончилось два средства на снять макияж в одном месяце? Потому что он у меня был на черный день. Потому что периодически я забываю, что у меня кончаются ватные диски. Прихожу домой, я такая, вау, остался один. А мне нужно смыть макияж и нанести тоник. И вот тогда я доставала вот этот вот сорбет, потому что его можно использовать без ватного диска. Потому что обычное средство вы носите на ватный диск и смываете, а здесь вы просто его поддеваете, носите на лицо, смываете, и все смыто. Он был прекрасный. Он был... Это вот одно из лучших средств Mixit. И как вы догадываетесь, оно снято с производства. Потому что зачем производить средства, которые отлично работают? Нафиг это нужно. Он был просто восхитительный. То есть с ним любой макияж встаивал за одно применение. Любой. То есть даже если у меня очень плотный тон. Очень много макияжа глаз, жидкие тени, блестки и так далее. Жидкая, стойкая помада. За один раз он смылся... Нет, ну бывало, например, там водостойкая тушь или очень стойкая помада. И тут нужно еще немножечко там второй слой нанести. Но в целом это средство смывало все. Все. И я просто... Почему вы не можете просто применять все дальше? Что останавливает вас в Mixit? Так, обидно. Так, и последнее, что мне осталось, это кофе. Так, и грустный день. Закончился кофе из Икеи. Я его просто как бы растягивала. То есть я его варила только по выходным. Если там мы с мужем вместе завтракаем. Я такая... Твое время пришло. Кофе из Икеи. Он такой вкусный. Все это время, что у нас была Икея... Ну, то есть все это время, что у нас была Икея и я пила кофе, я всегда его покупала. Мои родители всегда его покупали. Он был такой хороший. Это вот, мне кажется, одна из лучших вещей, которая была в Икеи. А в Икеи было много хороших вещей. И это как бы я прямо... Грустно. Ну, в общем, да, он закончился, и он был прекрасен. Если вы где-то, где есть Икея, вы знаете, что делать. Купите и пришлите. Ладно, я шучу. Дальше. Бушидо. Блэк Катана. Это был кофе в зернах. Он был вполне неплохой. Такой на каждый день приятный, вкусный, качественный кофе. Понравился мне, безусловно. Так. И это все. Все, что у меня закончилось, это небольшое видео. Я немножко расчарована, потому что мне казалось, что у меня в том месте закончилось. Много всего. Я сейчас в запрещенной соцсети, если у меня заканчивается что-то из пустых банок, я это выкладываю в сторис с небольшим отзывом. И также я выкладываю средства, которыми я начинаю пользоваться после этого средства. То есть я начинаю пользоваться следующим средством. И я выкладываю в сторис подборку. Типа вот это закончилось, было то-то, то-то. Сейчас пользуюсь вот этим-то. Первые впечатления такие-то. Вот. Если вам интересно, то ссылочка есть в описании к видео. Это экстремистская соцсеть, поэтому будьте очень осторожны. Но если вы вдруг захотите вот более подробное, регулярное информирование про заканчивающуюся косметику, она там будет. Также я постараюсь дублировать в телегу, легальный мой, мою соцсеть. Также кину ссылочку в описании к этому видео. Это все. Спасибо вам большое за просмотр. У меня на губах блеск Faberlic Color Energy, оттенок 40454. Вот. И это все. Спасибо вам большое за просмотр. Хорошего дня, прекрасного настроения. И пока-пока. Продолжение следует...